В рамках этой лекции мы поговорим об особенностях оформления диссертационных работ. Для того, чтобы диссертацию оценили по достоинству, соискатель должен соблюсти общепринятые требования к ее оформлению и содержанию. При этом важно даже при беглом просмотре увидеть не только, кто и по какому научному направлению подготовил диссертацию, но и настолько автор этого исследования изучил литературу в избранной области, насколько логичны и последовательны его рассуждения и выводы. Работа должна легко идентифицироваться и быть правильно представленной библиографами в информационных изданиях. Согласно требованиям, диссертация должна содержать в себе следующие элементы. Титульный лист, оглавление, перечень условных обозначений, если в этом есть необходимость, введение, основную часть, заключение, список использованных при написании диссертации источников и приложения. Остановимся на каждом элементе более подробно. Титульный лист диссертации является первой страницей и включает в себя следующую информацию. В верхнем поле размещается информация о названии организации, в которой выполнена диссертация. Название приводится полно, без сокращений. Название высшего учебного заведения или научной организации. Далее указывается индекс УДК, то есть универсальный десятичный классификатор, который выравнивается в тексте справа. Для правильного определения индекса УДК настоятельно рекомендуется обращаться в библиотеку. Далее указывается статус работы. Обычно пишут фразу на правах рукописи. Далее фамилия, имя и отчество автора в именительном падеже. Под личными данными по центру пишется название диссертации. Оно приводится в среднем поле, без слова «тема» и без кавычек. Название должно быть кратким, точным и соответствовать основному содержанию. Если соискатель хочет конкретизировать название своей диссертации, то может быть сформулирован подзаголовок, который должен быть предельно кратким. После названия указывается шифр и наименование специальности. Например, для направления теология в российский образовательный госстандарт предусматривает шифр 52.02.00. Далее идет указание искомой ученой степени, доктора или кандидата наук по определенной отрасли науки. Например, диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук. За этим следуют данные о научном руководителе. Или о научном консультанте. Его ученая степень, ученые звания, фамилия, имя, отчество. И, наконец, внизу по центру название города и указание года выполнения работы. Место выполнения диссертации и год ее представления к предварительному рассмотрению в организации, где она выполнена. Далее переходим к оглавлению или содержанию. Оглавление включает в себя названия структурных частей диссертации. Это перечень условных обозначений, введения, глава, заключения, список использованных источников и приложения, а также названия всех глав, разделов и подразделов с указанием номера страницы, с которой они начинаются. Названия всех глав, разделов и подразделов должны точно повторяться далее в тексте диссертации. При этом нельзя допускать каких-то сокращений, нарушений последовательности или соподчиненности и тем более других формулировок. Названия одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. Названия каждой последующей ступени смещают на 3-5 знаков права по отношению к названиям предыдущей ступени. Все названия начинают с прописной буквы, без точки в конце, а заканчиваются соединением через отточие с соответствующим номером страницы в правом столбце оглавления. Нумерация рубрик выполняется в соответствии с принятыми в тексте цифровыми номерами. На следующей после оглавления страницы располагают перечень условных обозначений. Речь идет о символах, единицах и терминах малораспространенных сокращений. Он приводится в случае необходимости и не является обязательным элементом. Помещается перед введением на отдельных страницах должен располагаться столбцом, в котором слева в алфавитном порядке приводятся соответствующие слова, обозначения или символ, а справа его расшифровка. Сложной для оформления и очень ответственной частью работы является введение. Оно должно содержать общую оценку состояния научной, социальной или иной сферы, которой принадлежит объект исследований. В введении должен быть краткий исторический экскурс по возникновению и развитию проблемы или темы диссертации. Также во введении формулируются проблемы, нуждающиеся в научном изучении, определяются направления исследований по этой диссертации. Введение, то есть общая характеристика работы, должна содержать в себе следующие разделы. Прежде всего, актуальность работы. Объем этого раздела должен быть небольшим, но содержательным. В нем необходимо четко указать суть проблемной ситуации, являющейся объектом исследований в диссертации. В актуальности объективно доказывается современность и практическая социальная значимость этой работы и ее научная новизна. В введении должна быть связь работы с научными программами и темами, в том случае, если имеются сведения о других крупных мировых и научных исследованиях, по заданиям которых выполнялась диссертация. Следующее – это постановка целей и задач исследования. Обычно формируется одна цель и несколько конкретных задач. Именно название определяет задачи и содержание основных глав диссертации. Далее, в введении исследователь определяет объект и предмет исследования. Объект исследования – это процесс или явление, содержащее проблемную ситуацию, то есть часть реального мира, которое познается и исследуется в диссертации. Предмет исследования – это то, что находится в границах объекта исследований и является его частью, исходя из которой определяется тема диссертационного исследования, его цель и задачи. После этого в введении формулируется гипотеза. Это научное предположение для объяснения каких-либо явлений или процессов. В результате проведенных исследований гипотеза может быть принята или отвергнута. По некоторым специальностям формулирование гипотезы является необязательным. Если не предусмотренного специального подраздела, во введении кратко описывается теоретика методологической основы исследования. Здесь указываются те философские, психологические, педагогические и прочие концепции и теории, которые легли в основу диссертационной работы. То же касается и методологии, и методов проведенного исследования. Во введении кратко описывается принятая методология. Методы и методики, разработанные и используемые для проведения научных исследований по данной диссертации. Обычно использованные в ней методы группируются следующим образом. Сначала указываются теоретические методы, такие как анализ, синтез или сравнение. Затем эмпирические методы, например, педагогическое наблюдение, анкетирование, беседа, интервью. После этого статистические методы, например, корреляционный, дисперсионный, факторный анализ и другие. Методы не просто перечисляются сами по себе, а даются с указанием того, для чего конкретно они использовались в вашем исследовании. Если этот пункт, как и предыдущий, достаточно объемным, лучше формировать отдельный раздел или подраздел с приблизительным названием «Теоретика методологическая основа исследования». Если необходимо, во введение можно включить абзац, посвященный экспериментальной базе исследования. Здесь указываются учреждения и организации, на базе которых осуществлялся экспериментальный этап исследования. Важнейшая часть введения – это научная новизна и теоретическое значение исследования. В этом пункте необходимо очень четко обозначить то, что в работе было определено, классифицировано и обосновано впервые. Содержание каких понятий, характеристики каких явлений и процессов были уточнены в этой диссертации и что получило в ней дальнейшее развитие в теоретическом плане. Еще одним подразделом введения является практическая значимость полученных результатов и, если необходимо, внедрение этих результатов. Здесь указывается конкретно, в чем заключается значение диссертации для практики решения изучаемых проблем. Здесь также показывается возможность использования результатов исследования для развития и совершенствования социальной или экономической сферы общества или церкви. В педагогических и некоторых других диссертациях обязательным является указание перечня тех учреждений и организаций, в деятельность которых внедрены результаты проведенного исследования. Репрезентативной частью не только введения, но и всего диссертационного периода является указание на апробацию результатов диссертации. Здесь приводятся сведения о научных съездах, конференциях, симпозиумах, совещаниях, где соискатель сам лично докладывал и участвовал в обсуждении вопросов, касающихся темы своего диссертационного проекта, даты и места этих событий. В отдельных случаях в введении включается пункт, посвященный личному вкладу соискателя. В этом пункте должна быть показана степень личного участия автора диссертации в исследовании, то есть наличие единоличных опубликованных работ по теме диссертации. Последним абзацем введения является информация о структуре и объеме диссертации. Она может включать в себя сведения о структуре диссертации, о наличии введения и заключения и о количестве глав. Надо также указать и данные о полном объеме диссертации в страницах, а также об объеме, занимаемом иллюстрациями, таблицами и приложениями с указанием их количества. Здесь же следует представить данные о количестве использованных источников литературы, в том числе и на иностранном языке. После введения следует основная часть. Более подробную информацию об основной части диссертации можно найти в других лекциях. Здесь только отметим, что для лучшего понимания читателям мыслей и идей, имеющихся в диссертации, соискателю необходимо проводить деление текста на логически взаимосвязанные и соподчиненные части, используя заголовки с нумерацией абзацы или графические отделения. Ценной частью диссертации является ее заключение. В этом разделе необходимо конкретно отразить основные результаты исследований и выводы по диссертации, которые раскрывают ее новизну и научную значимость. Здесь должно быть представлено не более 10 выводов по докторской диссертации и не более 6 по кандидатской. При этом выводы должны быть крупными и обобщающими, подводящими итог выполненной диссертационной работы, но не простым суммированием выводов по отдельным главам. Из заключения должно быть ясно, что именно отличает эту диссертацию от других, выполненных по тому же направлению исследований. Соискатель должен помнить, что пункты заключения должны быть теснейшим образом связаны как с названием диссертации, целью и задачами исследований, так и с выводами, которые соискатель делает по результатам в конце глав. Именно эти выводы выражают те научные положения, которые выносятся на публичную защиту. После заключения располагают список использованных источников. По списку источников можно судить о глубине и обширности изучения и соискательном состоянии вопроса, обоснованности объекта исследований, практической и теоретической важности рассматриваемых им проблем. Библиографическое описание – это унифицированное по составу и последовательности элементов совокупность сведений об источнике информации, которое дает возможность получить представление о самом источнике, его содержании, назначении, объеме, структуре и т.д. Требования разных научных издательств к библиографическому описанию источников, на которые делают ссылки авторы, не всегда совпадают. Однако главное требование состоит в том, чтобы читатель по библиографической ссылке мог при необходимости отыскать заинтересовавший его первоисточник. Заглавие описываемого труда приводится на языки оригинала полностью, без искажений, так как оно дано на титульном листе книги или в названии журнальной статьи. Более подробно о правилах оформления библиографической информации речь пойдет в следующих темах. В конце диссертации обычно помещают приложения. Их оформляют как продолжение диссертации с последующей нумерацией по порядку. Каждое приложение должно начинаться с нового листа или страницы с указанием в правом верхнем углу слова «приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в диссертации более одного приложения их принято нумеровать арабскими цифрами без знака номер. Например, приложение 1, приложение 2 и так далее. Нумерация же страниц, на которых приводится приложение, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. В приложениям диссертации могут быть помещены копии подлинных документов, подтверждающих соответствующие результаты внедрения и апробации научных исследований. Туда можно включить и копии архивных материалов, а также выдержки из протоколов заседаний всевозможных форумов, где рассматривались те или иные материалы диссертации. Иногда в приложения помещают репрезентативные вспомогательные и справочные материалы, результаты статистической обработки экспериментального исследования и тому подобное. При этом важно, чтобы в тексте диссертации автор ссылался на данный документ. Таким образом, в этой лекции мы обговорили особенности написания диссертации. Понимание структурных ее частей значительно облегчает работу над исследованием и позволяет сфокусироваться на смысловых составляющих проекта. Продолжение следует... Продолжение следует...